Эту правду о Нелле Кобзон скрывали долгие годы. Конечно, её знают прежде всего как жену народного артиста СССР, Усифа Кобзона, который ушёл из жизни 6 лет тому назад. Поэтому беседа с Нелле Михайловной посвящена любимому супругу. Я счастлива, что судьба свела меня именно с этим человеком. Мы прожили 47 лет у нас, прекрасные дети, замечательные внуки. По жизни я за многое благодарна мужу, даже какие-то недопонимания, ссоры, как в каждой семье бывает. Это всё для меня было плюсом. Я старалась искать в себе то, что делаю не так. Хотела изменяться в лучшую сторону для него, всегда старалась ему соответствовать. Мы же начинали с неустроенного быта, сразу родились двое детей, они болели, я не досыпала по ночам. И когда он видел растрёпанную женщину в халате с недовольным лицом, наверное, как мужчине, как артисту, привыкшему к успеху, к празднику, ему было в чём-то тяжело. Постепенно я поняла, что мужу нужно всегда нравиться, чтобы ему было всегда приятно смотреть, общаться. Я просыпалась очень рано, включала телевизор, смотрела все новостные программы. И когда он вставал к завтраку, мне уже было, что ему рассказать. Я была этакой утренней домашней шахеризадой. Каждое утро такого нашего общения мы оба очень ценили. Для нас это было святое. В 1971 году я приехала из Ленинграда в Москву в гости к маминой подруге. Она была, как сейчас бы её назвали, светской львицей. Ходила на все премьеры выставки, у неё была масса друзей и в сфере культуры, и в сфере политики, и в сфере обслуживания. Она дружила со многими артистами, в частности, с семьёй известного в то время конферанции Эмиля Радова, не с его женой Лилией. В тот свой приезд я попал и в их дом. Для меня, конечно, всё это было вновь безумно интересно. Увидела там сразу огромное количество популярных людей, красивых. Был шикарно накрыт стол. Помню, вышла в соседнюю комнату, где некоторые гости смотрели по телевизору не так давно вышедший фильм «Белое солнце пустыня». Свет был выключен, со стула поднялся мужчина и освободил мне место. Поначалу я не поняла, как это в комнате же было темно. Когда фильм закончился и выключили свет, он протянул мне руку и представился. Конечно, я видел Иосифа Кобзона по телевизору, знала его песни, но мне он представлялся другим. Жизнь оказался высоким, стройным, модным, одетым, интересным мужчиной. Не могу сказать, что между нами сразу прошла какая-то искра. Как часто говорят, нет, просто обратила на него внимание, и дальше всё произошло стремительно. Через средня он пригласил меня в квартиру на проспекте Мира к своей маме и сестре. Тогда же предложил выйти замуж. Я ответил отказом, сказала, не могу принять ваше предложение. Если хотите, приезжайте в Ленинград познакомиться с моей семьей, мамой, братом, родственниками. Познакомимся поближе. Это было в марте. А на майские праздники он уже приехал к нам в гости. Помню, перед его приездом моя мама сказала, сейчас посмотрим, как он к нам придёт. Если с бутылкой водки, мы ему дадим от ворот поворот. Если с цветами, то, наверное, будем рассматривать это предложение. В нашей семье мама всегда доминировала, её слово было главенствующим. Иосиф приехал с огромным количеством розовых гвоздик. В то время красные гвоздики ещё можно было где-то достать, а вот розовые были редкостью. Их он привёз с собой из Москвы и, конечно, шёл пешком с московского вокзала к нам домой по дороге. Когда проходящие мимо девушки улыбались цветам, он брал гвоздику и дарил каждый. Но букет всё равно остался большим. В тот день Иосиф пригласил нашу семью в августе на отдых в Сочи, где у него намечались гастроли. Он сделал нам бронь лучшей гостиницы города Ленинград. И мы поехали. Вот там мы уже стали встречаться, и на его предложение я ответил согласием. Для меня на всю жизнь Сочи остался родным городом. Мы каждый год старались туда выезжать, особенно на день рождения Иосифа. Всё время вспоминаю, как нам там было хорошо. И моя мама, Иосиф родом были из украинских мест. Они росли в определённой семье, в определённом кладе с традициями. И теперь я понимаю, что, наверное, у них были одни вкусы в еде, пели те же песни, говорили на одном языке идиш, примерно одинаковую тяжёлую жизнь прожили. Я росла в такое время, когда никто не спрашивал, кто какой национальности моя семья не отмечала еврейских праздников. Помню, когда я была 17-летней студенткой, техникум общественного питания впервые попала в синагогу на праздник, посвящённый сбору урожая. Было весело, мы танцевали, пели. В это время приехали люди в форме, нас посадили в чёрные воронки и отвезли в отделение милиции. Туда же вызвали мою маму. Меня ругали, грозили исключить с комсомола, что в то время считалось плохо для будущей карьеры. Это был большой стресс для меня. Мама плакала, просила не заводить никаких дел. Полуживыми мы оттуда вырвались. Желание ходить в синагогу у меня отпало на много-много лет. А вот мама Иосифа хотела, чтобы сын обрёл настоящее семейное стабильное счастье, ведь до меня у него были две русские жены, Гурченко, пожалуй, наполовину украинка, причём яркие и красивые актрисы. Его мама понимала, что у людей разный менталитет, разное понимание, какой должна быть жена у еврейского мужчины. Хозяйственная, домовитая, без каких-то определённых амбиций, чтобы родила детей. Людям, которые Иосифа Кобзона не знают лично, он кажется таким монументальным, строгим, суровым, холодным. На самом деле это был добрейшей души человека, огромного сердца, большого желания всем помогать. Сколько он устраивал людей в больнице, решал их дела, проблемы. Он стольким людям успел помочь. Нормальному человеку хватило бы на 10 жизней то, что он сделал для других за одну жизнь. А в последние годы Иосиф был особенно сентиментальным, нежным, отзывчивым. Если он слышал, что у человека какая-то проблема, то сам предлагал свою помощь. Вот его уже нет определённое количество времени, а я до сих пор узнаю о нём какие-то новые истории, которые потрясают. Иосиф детей баловал, разрешал много того, чего я бы не разрешил. И, конечно, у него не было много времени общаться с детьми, как у простого семьянина. Он по-своему видел засление дочери и сына. Наташа вообще всегда была его любимицей, самой обожаемой. А к сыну он относился по-мужски, скубой строго. Из него воял мужчину. Наверное, большая мера был к Андрею требователем. Говорил сыну, я свою фамилию заслужил себе сам, а тебе она уже дана просто так. Поэтому должен всегда соответствовать и не позорить. Недопонимания между ними бывали, но ничего криминального. Сейчас я могу смело сказать, что наши дети состоялись и как сына, и дочь, и как личности, и как люди, и как родители. Андрей и Наталья, их дети для меня сейчас самое главное. Думаю, он правильно делал, что всем рассказал о своей онкологии. Потому что все эти домыслы, разговоры, сплетни были бы намного хуже. И потом своим поведением, своей жизни он показал людям, что можно преодолеть болезни, снижить работать, приносить пользу. И многим это помогало, ему писали с благодарностью, что вселяет людям надежду. Я была рядом и видела, сколько он выдерживал и с какой силы. Например, когда ему делали химиотерапию, мне говорили врачи, что полежать ему надо дня два-три. А он вставал через три часа и шел на концерт или в Государственную Думу. Мы никогда не говорили с ним о плохом, о смерти. Должно быть только хорошее настроение и нельзя расслабляться. Однажды я спросил его, Иосиф, ты же нормальный смертный человек, как можно запомнить три тысячи песен. И это только из своего репертуара, не считая других композиций. А он ответил, что запоминает не слова, а образ песни. Это что-то космическое. Однажды он лежал в реанимации после операции без сознания. А я рядом находилась, вдруг встает с закрытыми глазами, садится на кровати, поет песню на грузинском языке. Спел ее и лег, не приходя в сознание. Спросил потом его, что это за песня. Оказывается, Иосиф выучил ее, когда служил в армии в Грузии. Специально для одной девушки, в которую был влюблен. И вот спустя столько десятилетий эта песня пришла в его подсознание. Почему-то сейчас каждый день вспоминаю, когда мы могли поспорить. Он говорил, ты сейчас мне грубишь, а подожди, меня не будет, и ты узнаешь, с кем ты жила все эти годы. Проворачивая каждую страницу нашей с ним жизни, я понимаю, этот человек действительно был легендой. И сейчас готовлюсь написать книгу об Иосифе Давыдовича. И еще создаем благотворительный фонд его имени. Но главное для меня сохранить добрую память о Иосифе Кабзоне. Дризина Нелли Михайловна родилась 13 декабря 1950 года в Ленинграде. Отец был участником Великой Отечественной войны. Они с матерью наградили девочку необычным и очень непривычным именем для того времени. В свидетельстве о рождении она означалась как «Немель», но в других документах девушка ставила имя, данное родителями. В послевоенное время отец работал в трикотажном цехе. Когда девочке было всего три года, семья переехала в просторную трехкомнатную квартиру. Радость от наступившего на конец благополучия и спокойствия оказалась быстротечной. Через несколько лет главного кормильца арестовали, а имущество конфисковали. Какое-то время проблема с финансами помогала решать. Большая отцовская библиотека редких книг. В самые тяжелые моменты мать будущей артистки их продавала и получала деньги, чтобы купить продукты питания. Нелли росла симпатичным ребенком, всегда аккуратно одевалась. Умела расположить к себе одноклассников и учителей. В школьные годы за ней закрепилось милое прозвище «куколка». После получения аттестата зрелости Дризина подала документы в техникум общественного питания. Ее выбор на тот момент объясняется тем, что с помощью такой профессии можно было прокормить семью. Она хотела обеспеченной жизни для себя и своих близких. Впервые влюбилась, будучи студенткой, но отношения быстро закончились, а мечты о счастливой и дружной семье рухнули. Камнем преткновения стала мать, которая была категорически против выбора дочери. А так как девушка с самого детства беспрекословно слушалась родительского слова, то решила расстаться с любимым. Работа на кухне с утра до вечера скоро перестала привлекать красавицу, и она решила получить вторую профессию. В 24 года она пришла во Всесоюзную мастерскую эстрадного искусства, выбрав разговорный жанр. Так сложилось, что обеим специальностям, освоенным в молодости Нелли Дризина, Кобзон не проработала ни дня. Личная жизнь с известным советским исполнителем повлияла на ход событий в ее биографии. Женщина стала опорой и поддержкой звездного супруга она помогала ему в таких направлениях, как творчество, политика, предпринимательская деятельность. В 2015 году Нелли Кобзон наградили званием заслуженного работника культуры Российской Федерации. Возраст не портит Нелли, она занимается своим здоровьем, внешней красотой, благодаря чему выглядит молодой и подтянутый без мешательства пластических хирургов. Ее глаза и искренняя улыбка на каждой фотографии в официальном аккаунте излучает счастье. Любое ее появление вызывает бурю обсуждений как в реальности, так и онлайн. Она не стесняется выходить на улицу без макияжа. СМИ часто пишут о натуральной красоте, манере одеваться, какой она была в молодости и стала, а также сейчас много разговоров о предстоящем празднике артистки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...